Зубодробительный джаваскрипт с UwebDesign Лучшая инструкция по найму нормальных людей в IT Так ли плох Джонни Айв, как его молюют? Так ли плох Джонни Айв, как погнали? Когда-нибудь здесь будет новый опенинг, о котором мы рассказали в пришел Здорово, чуваки Да, всем привет, с вами подкаст суровый веб, проект UwebDesign, выпуск номер 206 В Челябинске у нас 16 число, уже технически 17, опять минут первого на часах И мы рады вас приветствовать на подкасте, опять заново, классно, снова в строю, снова в струю, так скажем Да, причем я бы действительно это списал на какие-то технические вещи Мы вот все рассказываем про Apple, про Джонни Айва, а они нас и подводят вместе взятые И Apple, Джонни Айв за ручку взялись, и два подкаста подряд Да, я надеюсь, что вот тот 205, который как бы у меня на носителях памяти еще есть Он все-таки увидит свет Вот, и кстати, всегда есть шанс, что он уже увидел свет То есть вполне возможно, что я завтра приду на работу, и настолько мне нечем будет заниматься Что я демонтирую все вот это, выложу тупо как бы as is, как есть As as Вот да, и уже как бы вы будете знакомы с контентом, который был в 2005 Уже все, в 205 Вот, и да Ну короче говоря, пока это 206 выпуск, меня зовут Александр Гончаров Меня зовут Никита Тарасов То есть да, ты должен проявить, проявить 2005 подкаст Да, он пока в позитиве, надо негатив из него сделать Если честно, он пока в негативе в основном для нас Он висит у тебя пока в ванне, у тебя в ванне там красно-темный цвет такой Да, 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 у меня там занавешано, там ванночки вот эти В соседних ванночках я сибирскую язву выращиваю Еще в соседних у меня субстраты для растений, так скажем Которые под лампами потом будут А рядом у тебя лофт-блок там лежит в другом сосуде Там же у тебя ванна, у тебя же вместе с туалетом смещено У меня с нами еще такая интеграция Как раз мы написали они нам по поводу интеграции Вот, собственно, она уже случилась, чуваки, все, да Другого не ждите Ладно, продолжаем Точнее не продолжаем, а начинаем Я, кстати, уже развернул темки Да, ты развернул темки, а я надеюсь, что кто-то развернул свои кошельки Чтобы написать нам на worksobakayoubizign.ru И предложить какую-нибудь идеальную интеграцию Возможно, даже более идеальную, чем только что произошла Вот, чуваки, пишите на worksobakayoubizign.ru Если хотите что-нибудь там нам предложить, пропиарить Может быть, какие-нибудь курсы ваши интересные записали Или, может быть, у вас есть канал с какими-нибудь классными там роликами по JavaScript То мы расскажем обязательно Возможно, даже не так дорого, как вы думаете Дорого все-таки, я думаю Дорого, да? Ну, это за JavaScript Давай за CSS подешевле чуть-чуть Это да Ладно, первая темка, она у нас чья? Моя Ну, уже самому с собой разговаривает Типа да, ну, причем она как бы Она про Apple и моя про Apple И у нас просто первый блок опять для тех, кто Для тех, кто богатый Сейчас опять будет пять человек на стриме На премьере и как бы нормально Тысяча просмотров Да, это блок про Apple, как вы уже догадались И новость Новость слух от вот этого суприкитайского аналитика Apple аналитика Мин Чи Кво Который постоянно предрекает Как бы всякие штуки про Apple Мне кажется, там он еще со времен четвертого айфона Это вот он в баре забыл его? Мне кажется, он бухает с тем чуваком, который в баре Или выслеживает тех чуваков, которые забывают в баре Потому что он каждый раз гений Либо да Либо как-то просто Знаешь, этот Минг Чин Кво Это проект Apple И на самом деле это какой-нибудь там, я не знаю Это 30 ботаника за него пишут, опять же И все То есть как бы я и в нашем мире Пост модерна и пост ирония И пост коммунизма Главное, чтобы не пост апокалипсис Я и такое не исключаю, поэтому да Он же, кстати, нам подвез недавно слух по поводу 16-дюймовых прошек Ну, то есть не прошек, а макбуков Они могут там Макбук Мяу Называться просто Макбук Вау Макбук Минг Чико Согласен, да Хороший маркетинг Так вот Он нам подвез новый слух о том, что Apple Отказывается от своей супер бабочки От механизма бабочки в клавиатуре Которую они ввели в 2015 И как бы с тех пор Все страдают С тех пор работали Я так понимаю, сто раз Да, да Первый абсер был, когда они официально признали, что это говнище И для всех букв 15-го, 16-го, 17-го годов Бесплатный ремонт клавиатуры всегда Везде и всегда Ну, только если там ты ее не залил Виски с колой И она у тебя не слиплась в один большой кусок говна Как бы тут это Это не гарантийный случай Просто, понимаешь, как бы тебе сказать Во-первых, чтобы она слиплась в большой кусок говна Надо сначала сделать небольшой кусок говна Хотя бы А как бы клавиатура бабочки Ну, согласен, да На самом деле Я на самом деле С это сарказмом Потому что клавиатура бабочка Мне нравилось, как, по крайней мере, нажимается Я вот у кого нажимал, так скажем Я понимаю, что я, может быть, долго не работал за ней Но как-то это было прикольно Наверное, она просто была очень сильно ломкая В этом плане То есть Она постоянно у всех Отлетала Со всех сторон У тебя же У тебя не с этой хреновиной, да? Клавиатура Нет, у меня, да У меня один из последних Возможно, последний Который не с ней Потом они начали делать с ней, да? Да Но ты знаешь, у кого проблема То есть ты знаешь, что есть чуваки Я тоже знаю людей, конечно Которые по 12 клавиш уже сменили Некоторые даже одну и ту же букву По 12 клавиш Просто тупо ломается пополам практически И все Ну а он хотя бы удобный Вот хотя бы те дни, которые ты посидишь Ты хотя бы гуляешь Это уже вкусовщина То есть часть людей гуляет А часть людей тупо блюет То есть мучаются как бы Это действительно вкусовщина На мой вкус Она реально шумнее Хотя вот та клавиатура Которая сейчас у меня Она тоже достаточно шумная Когда ты просто гладишь клавишу И она чуть-чуть качается Так сказать В своем сокете Она тоже издает Такой шуршащий звук И как бы у меня Жена тоже не может уснуть Когда я на своей клавиатуре печатаю Но на той Там не то, что уснуть Там как бы Ну она реально очень громкая Практически как механическая клавиатура Механическая пианино Я понял Вот В принципе Знаешь, мне это все напоминает Историю про то, как То ли у Митсуби Я боюсь Не у Митсубиши У Тойоты, по-моему У Тойоты, да У них часто они отзывали какие-то Где они там коврики Ты по-любому помнишь Эта тема Что они Какая-то у них там коврик Сильно на педаль Нажимал газа И из-за этого машина ускорялась Там что-то у них какая-то То ли коврик То ли пластина Внизу нажимала Коврик и педаль И это просто нет Вот, короче, это то же самое Выглядит То есть, вроде Весь остальной То есть, клавиатура Казалось бы Типа, ну, не самая Главная В ноутбуке Ну, не самая, да Но когда вот так Она сыпется Валится прям стрёмно Если честно Потому что, ну Покупил-то за миллионы Девайс А в итоге Самое Чем ты Собрекасаешься Ломается Да, да И опять же Она Низкопрофильная То есть, люди Банально Некоторым людям не нравится У нее ход маленький Не всегда очевидно Нажал ты клавишу или нет Она такая Ну Отчасти полусенсорная То есть, нажатие Оно минимальное вообще И типа Это должно было Плюс шишку дать А на самом деле Дало минус жопу В основном Вот Потом они сделали Второе и третье поколение Собственно, этих клавиатур И вот третье поколение Уже в 2018 году И в 2019 Но все равно Они ломаются Хотя там уже Какие-то Тоненькие Прослоечки Проложили Чтобы нагрузка На саму бабочку Не такая большая была Чтобы она через такую Как бы подушечку Это делает Но один хрен Полное говно Все плохо Вот И начиная с Макбуков Эйров Которые выйдут В конце 2019 года Эппл меняет Курс Возвращает Именно Так называемый Механизм Механизм Ножницы Ножницы Сисерс Так Сисерс Я бы даже сказал Вот И он опять будет Чуть-чуть потолще Но хотя бы Будет надежнее Скорее всего То есть Ну наверняка Он не будет Точно такой же Как у меня здесь И сейчас Вот на ноутбуке Но тем не менее И это опять же Как бы Ну сравнительный плюс Потому что Я же все Нахожусь В ожидании Того Что вот Ну настанет тот момент Когда у меня там Что-нибудь ёкнет И я поменяю себе Наконец-то ноутбук Вот Кстати вот на том Который я сейчас пишу Я сегодня сломал Вайфайный модуль Окончательно Я его как бы сломал Еще две недели назад Когда чистил Вайфай-антенну Потому что она засахарилась То есть там Она реально именно Пылью забилась Такой липкой И Ну не работала Просто плохо Контакт был Как бы Ловила там Через раз Не всегда подключалась Там и так далее Вот Я прочистил Пока прочищал Отломал сокет Куда антенка вторая Втыкается Вторая это Которая 2.4 гигагерца То есть весь Дефолтный вайфай Вот И как бы Он не сильно отломался Так скажем То есть контакт Еще замыкал И она где-то Неделю проработала Вообще хорошо И потом через неделю Окончательно Сломалась Как бы Точнее не окончательно А как бы Ни шатка Ни валка Сегодня я опять разобрал Чтобы Так сказать Починить И так починил Что уже все Что личные детали остались Что уже да Уже не работаю Уже только 5 гигагерцовый Вайфай И вот собственно Дома я на вайфай А в офисе Я уже работать Не могу никак Вот Это проблема Завтра утром Пойду в сервисный центр Мне кажется Знаешь Вот Я по поводу Именно клавиатуры Которую они Все дальше и дальше делают Мне кажется Они все хуже и хуже Будут делать ее специально То есть вот сейчас Была бабочка Сейчас сисерс Дальше будет Какой-нибудь Я не знаю Какой-нибудь Просто там Стебель будет называться Просто скажу Простейшее какое-нибудь дерьмо Но вообще Мне кажется Они идут все к тому Что заменят нахрен Всю клавиатуру И сделают Как в фильмах Про будущее Про фантастику Где нажимаешь На такую Тач-панель Вот полностью Тач-панель Все сделают Еще на 1000 баксов Дороже сделают Макбуки И у тебя будет Полностью Такое Знаешь В натуре Панелька Которая тебе Обратную Отдачу дает Идеальную Классную И будешь Нажимать Как в будущем И передвигать Там короче Панели Двигать Понял Да Это прикольно И кстати говоря Мне сейчас представилось Что опять же По постиронии Ты будешь 4000 долларов Платить за ноутбук И 1000 за клавиатуру Как бы клавиатура Все равно будет В него включена Ты не сможешь Купить ноутбук Без клавиатуры Но за нее Ты будешь платить В чеке У тебя две позиции Будет просто В номенклатуре А еще побольше По сторонней Ты будешь еще Тысячу платить Чтобы тебе делали Обычную клавиатуру Да Это опция Это как есть опция Матовый экран Вместо глянцевого Там плюс сотку Или плюс 50 баксов Вот нормальная клавиатура Плюс 1000 Еще как бы Как SSD На терабайт Или на полтерабайта Вот столько же Нормальной клавиатуры Это будет представлено Для настоящих программистов Клавиши Которые все так любят Которые Мы пошли дальше Мы вернули клавиши Которые не надо менять Каждые два месяца Ну короче И смех и грех Надеемся 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 Что будет классно Кстати из багов У меня еще почему-то Именно Когда айфоны Втыкаешь в бук Он постоянно Отключается Подсоединяется Подсоединяется Отключается И так постоянно Ну короче говоря Они не работают Именно телефоны Ну то есть любые iOS устройства Вот в мой Именно бук С тем же зарядным проводом Втыкаешь в банку Ну просто в PC Идеально работает Только втыкаешь в бук И все И он Не останавливается на этом Он постоянно Отключается Подключается Я не понимаю Какого хрена То ли это опять В буке У меня какой-нибудь Там контроллер USB Отвалился То ли в каталине Ну нет Это у меня Это уже Года полтора Наверное Такая проблема Может быть даже и два То есть я просто Уже привык Что в общем и в целом Мне чтобы скинуть С телефона Что-то на бук Или просто Использовать USB модем Ну то есть Нет Никогда Это не произойдет Это Да Это тоже Камень так сказать В огород Я завтра В сервиснике Опять же спрошу Вдруг сталкивались С таким Я гуглил на самом деле И там была подсказка Практически Что это Программная проблема То есть там была Команда для терминала Чтобы перезагрузить USB устройство Я один раз пробовал И мне даже Показалось Что помогло Или это было совпадение Что в тот момент Работа Потому что там Ну один из 15 разов Работает Но опять же Там даже шевелить нельзя Там хоть что-то Ты шевелишь Все Сразу Отваливается И постоянно Опять начинается Подключаться Отключаться Вот Поэтому я до сих пор Ну не знаю Программная Это все-таки аппаратная Или вообще Какой-то Просто именно Я лох И на мне там Звезды так сошлись Что это не работает Не знаю Я даже и не хочу знать Если честно Ну точнее нет Хочу Вот завтра и узнаю В сервиснике Короче говоря Вот такая темка Про то что Apple Меняет Клавиатуру И все будет Супер круто Теперь Типа Поэтому Типа Ну я надеюсь Ключевое слово здесь Типа Да Дальше у нас опять Apple Но уже ты Будем надеяться Будем надеяться Что круто Тем более что Видишь Мы с тобой Как бы рассказывали Эту темку Она как бы будет В следующем подкасте Точнее в предыдущем Но у нас уже Как бы назад в будущее Поэтому Ты может быть выложишь И чуваки послушают Про Джонни Айва И Сейчас Немножко продолжение Той темы На самом деле Я просто расскажу Вообще Наверняка Все уже в курсе И так Что даже без нашего Подкаста Блин Хотя казалось бы Мы основную инфу Даем всем людям Да Но Думаю Что без нашего подкаста И Тартас Агентство Тоже у нас инфу берет Я согласен С тобой Конечно Да Короче Но все и так Уже в курсе Что Джонни Айв Тот самый главный Дизайнер Дизайнер Из Apple Ушел Теперь И он будет там Типа на аутсорсе У них чуть-чуть там Подсирать И в отдельной компании Работать И короче говоря Здесь новость Fast company Даже не столько новость Сколько знаешь Такая ностальгическая заметка Как будто внутри Каждый раз Черно-белым его делаю Как будто умер Он ушел всего лишь из компании Не то что там Я понимаю что Для кого-то это сильная утрата Но Настолько-то зачем Грустно И вот здесь Такой тоже Грустноватый Но Оптимистичный Очень пост Здесь Собрали Как бы Мнение Трех чуваков Которые работали В разные эпохи С Джонни Айвом В Apple И Они вот Говорят Про него Какие-то мысли свои А мы можем На этом вот Из этого Из этих мыслей Построить какой-то Портрет Джонни Айва Какой он был вообще Дизайнер По крайней мере Значит Первый чувак Это Дон Норман И он сейчас Директор Of the University Of California Design Lab То есть он в принципе Там более-менее И он когда-то В натуре был Один из верхушек Дизайна В Apple Когда у Apple Было все плохо Когда Стив Джобс Не был тогда в Apple То есть Когда он как раз Там был в изгнании Директорами И вообще в принципе Apple была сама В запустении И продукты у нее были Короче Никому не нужные Хреновые Непродаваемые Неинтересные Короче Apple Не была такая Вообще крутая А как раз Microsoft В этот момент Там все оседлали И бабки зарабатывали Дикие Короче Apple тогда Супер были в упадке И вот этот чувак Дизайнер Дон Норман Он напрямую В принципе Работал с Джонни Айвичем И Айвич Короче В то время Когда никому Ничего не надо было Делал Супер Там Классные дизайны Компьютеров Именно компьютеров Тогда же еще Компьютеры Как бы Нужны были всем Не айфоны Там не айпады Сделал компьютеры Которые в натуре И охрененно выглядели По тем временам И самое главное Классно разбирались Заменялись детали В них Короче И были эргономичные То есть Ну прям вот Сделал классные дизайны Принес Короче этому чуваку И тот говорит Блин На туре круть И короче Они пошли По стопам Точнее Пошли по Всяким ступеням Скажем Ты скажешь Почти пошли дальше Точнее Они пошли дальше Да Они пошли дальше И начали Это же надо утвердить Этот дизайн И они начали Короче продвигаться Причем нельзя Просто знаешь Прийти к главному Челику тогда было И сказать Блин Главный челик Вот тут Джонни Айв сам нарисовал Классный дизайн Давай-ка мы Сделаем такие компы Че нет Эргономично Круто Круче чем у всех Нет Надо было Потихоньку Менеджеру Сначала тому Сказать Потом тот менеджер Пока одобрит Согласится Что да Действительно То есть Они защищали проект Каждый раз К следующему Более высокому Высокопоставленному менеджеру Потом к какому-то Директору Такого-то департамента Потом к такому-то Короче И они В натуре до самой верхушки Дошли Чтобы это все защитить Но в итоге Все равно этот комп Не был реализован Потому что Ну у Apple Просто не делали Хорошие продукты тогда И они забили на это Вот Причем Когда пришел Стив Джобс Он во-первых Уволил этого Дона Нормана Который здесь пишет Про Который про Джонни Айва Так лестно отзывается Он говорит Меня сразу уволил Я в принципе Говорит Его понимаю Не потому что Говорит Я типа Лох там Козел А просто Стив Джобс Пришел сразу Свою команду Крутых челиков Взял Сразу короче Уволил всех Старых Потому что Так проще делать Вещи Но он сразу увидел Что Джонни Айв Крутой челик В натуре Он просто посмотрел Что он в стол делал Условно говоря И офигел от него Короче Оставил И поставил его выше И в главный дизайнер Его поставил Поэтому уже тогда Как бы было понятно Что Джонни Айв Даже тогда Не сидел на месте Когда Apple Простаял Дико Следующий чувак Это Кен Косиенда Кен Косиенда Author of creative selection Inside Apple's design process During the golden of ages Короче Тоже крутой чувак В дизайне у них Кен Косиенда Вот Он рассказывает Другую историю Что Айвыч Он в принципе Многогранный челик Он в принципе Вникающий во все челик Потому что Говорит В основном Ну типа Вот знаете Многие люди Как бы шарят В своей области Да А в другой области Ну это как знаете Если условно говоря Вас будет Вместо хирурга Резать там Ветеринар Ну он там Другой пример Приводит Похожий Но представь себе Что в натуре Ну да Ветеринар режет В принципе собак Там хирург-ветеринар Да какой-нибудь Ну ты же не можешь Доверить свое тело Да такому чуваку Ну это как бы До свидос А здесь типа Они к Айвычу Пришли с дизайном Именно Просто Айвыч Он именно Железный дизайнер Был То есть как бы Он в принципе Во все вникает Но железный дизайнер В основном Они пришли к нему С софтом И показали ему софт И он короче Супер вник До свидос В софт Показал им Где круче сделать Как по его мнению Класснее Они так сделали И стало реально круче То есть Этот чувак рассказывает Кен Кассиендач Рассказывает Что Джонни Айв Он в принципе Может в любое дерьмо Вникнуть Ему вообще не проблема И он может шарить Как бы В таких вещах Даже которые Типа ему Не совсем известны Хотя ну это тоже дизайн По сути Но вообще область Не его по сути Вообще Во-первых Да я тоже хотел вспомнить Что это уже На нашей памяти Происходило Когда Айвыча сделали Еще и софтверным дизайнером Сейчас тут тоже увидел Что написано Что в 2013 То есть действительно Не так давно было Вот И Это хороший комплимент Ну то есть Я бы хотел Чтобы про меня Тоже там сказал Кто-то когда-нибудь Что там Вот он там Разбирался в этом Но на самом деле Когда там Речь заходила О чем-то другом О муравьях Или о посадках В огороде То как бы Он тоже там Предлагал Какие-то эти Это действительно Хороший комплимент И вот я Тоже Айвыча Так скажем Ну Я не могу сказать Что сильно хуже стало Хуже стал софт Выглядеть После того Как он пришел Он стал действительно Выглядеть по-другому И стильно И самое главное Что Слизывать с них Как бы меньше Не стали А только больше То есть Как бы Он был тренд Сеттером А это Как-никак Все-таки Показатель Я сомневаюсь Что он Ходил И лично Всем денег Платил Чтобы у него Слизывали Чтобы как бы Ну Я думаю Что это ему Скорее всего платили Вот да Ну и третий Тоже такой На туре комплимент От Имрана Чаудри Он просто рассказывает Что Была музыка Реально в компании Именно в тот момент Когда Стив Работал вместе с Айвом Из-за того Что в принципе Стив Он вообще Очень Был Коммуникабельный Чувак со всей командой И то есть Можно было Ну вот как я и сказал Просто Чувак в команде Мог сказать самому Стиву Там то-то и то-то Условно говоря То есть Очень так Демократично У них было сделано Все И несмотря на это Стив Мы знаем Как бы Стив Джобс Тяжелый чувак Так или иначе Он там Все равно знает Какие-то У него свои Какие-то приколы То есть Он именно Даже не потому Что он А потому что Он именно как режиссер Условно Как Тарковский Или чувак Который как бы Пишет свою тему То есть У него есть Своя какая-то Своё видение Своя картина Мира И он Её делает По сути Воплощает в Apple Соответственно Он как режиссер Выступает Поэтому в основном Все режиссеры Вот такие гениальные Которые опять же Как Тарковский Да условный Они жесткие чуваки Они всех посылают Кто Ну с кем Не согласен И здесь просто Рассказывается про то Что Джоня всегда мог Подходы найти К Стиву И вообще Стиву Джобсу Типа нравилось Как думает Видит Джонни Айв Чо кого И он ему постоянно Там короче Закидывал Какие-то темы И Стив Типа одабривал И короче У них вместе симбиоз был И поэтому они Типа делали продукты Практически вместе Не просто Стив Там свою хрень Какую-то придумывал А именно Джонни Его там немножко Корректировал Там чо кого Короче тоже Одна из таких Крутых черт Джонни Айва В принципе все В принципе все Вот они Три мнения Ну красиво Я не знаю Чего к этому добавлять То есть Никто Мне кажется Мне кажется Нет таких людей Во-первых Я скажу Вот это клише Избитое Нет таких людей Кто к нему равнодушен Ну да То есть Либо им восхищаются Либо там сильно Не нравятся Его подходы И так далее Но мне кажется Даже и те Кому сильно не нравится Таких реально Не очень много То есть Все понимают Что это все-таки Глыба То есть Это величина Действительно В мире дизайна Это талантливый мужик Который вот Ну многое сделал Для Вообще Для промышленного дизайна В мире В принципе Да То есть Можно сколько угодно Шутить там Над тем Как Airpods Выглядят Или там На самом деле Они же Ты понимаешь Стали-то со временем Хорошо выглядеть То есть Ты сначала Смотрел Думал Тупо А потом В итоге Все гоняют И кажется Что и круто Как бы И хочется Airpods Уже И все Хочется Я думаю Что гениально И в этом Тоже гениальность Как бы Не знаю Мне кажется Скорее Как бы Хочется Из-за того Что действительно Ну удобно То есть Это правда Это Давай так Это типа Умные Беспроводные Наушники Как бы Это тупо Не звучало Опять же И избито По клише Что там Умный дом Там Я не знаю Умная Микроволновка Вот это Умные Беспроводные Наушники И Ну действительно Как аксессуары Они классные А то что Они вот Ну так Выглядят Ну блин Ну а что теперь На самом деле Я очень сильно привык И мне даже уже Как-то и нравится Честно Не то что я Я конечно Тут еще говноедоч Но Как бы Мне Классно Я не то что Ты уже привык Ты уже пользуешься И не сказал Я имею ввиду Что я просто вижу Вот В Airpods Людей И когда изначально Показали в рекламе Все очень сильно угорали Что нихрена себе Короче Как это тупо Вообще Просто Да еще и можно потерять Ну короче Было очень много мемов На эту тему Это да Это как и про бровь Было много мемов Да Я сейчас смотрю И говорю Мне кажется Это прям вот Оно в натуре Технологично выглядит Я Мне нравится Реально То есть чувак Представляешь Из такого смеха Смог сделать Чтобы выглядело классно В какой-то момент стало Мне кажется Он полепить Мог специально сделать Даже Чтобы было достаточно смешно Но все об этом говорили Ну да А как бы Оно потом же все равно Стирается И в итоге Остается только то Что все пользуются Говорят и классно То есть Тут Я не могу сказать Что там Ну Кстати Вот ты говоришь Я когда там Вот вижу у всех Я там типа привык Я до сих пор Иду И мне постоянно кажется Что у всех поддельные Airpods Я не верю Что так много людей С ними гоняют Ну либо их все взяли В кредит на год Как бы там По 500 рублей платят В месяц И вот в итоге Там через год Их получат Не знаю Я думаю Я думаю что Я думаю что В натуре Могут брать В кредит Причем Знаешь Какой-нибудь Комплект Айфон Плюс наушники Ну под Там Под всего Под 10% В месяц То есть Ну знаешь Может быть Всякое Там как правило Вообще без переплат 0024 0012 Я тебе как Заядлый посетитель Сайтов с электроникой Говорю Там постоянно рекламируют Их супер Рассрочки Когда ты приходишь Покупаешь телефон А по документам Тебе его проводят Как телевизор И телевизор С переплатой Получается Как телефон Без переплаты И грубо говоря Ты по факту Не переплачиваешь Но вообще Ты платишь кредит Как будто бы За телевизор То есть Там вот эти Мутные схемы Непонятные Я не знаю Сейчас до сих пор Такие Или нет Но 4 года назад Были еще такие И там 3 Или 3 года назад Не помню Когда последний раз Я ходил с дядей Он у меня такой кредит брал Так вот И я просто Это так нелепо было Когда это Недавно Вот я Смотрел И реклама Ну я смотрел Где купить Apple Watch И смотрю Реклама в ресторе Типа вот Не в ресторе А в роднике В роднике Гигантский билборд Который висит с потолка И на все 3 этажа Его видно Вот Ну где-то знаешь Вот в районе GameSpot Или как там называется Я понял Ну то есть На левой стороне Так сказать Слева вдалеке И там же Где Zara Вот там Типа Apple Watch Series 4 Типа Покупайте Там С рассрочкой До 12 месяцев Я так думаю Зачем Зачем ты покупаешь Apple Watch Чтобы их позволить Себе Нужно Проплатить Эти там 32 тысячи На год В рассрочку Это вообще Не самая важная вещь В мире Чтобы ее покупать В рассрочку Ну то есть Камон Я понимаю Что в общем И в целом Можно в принципе Все покупать В рассрочку Даже если ты можешь 10 их купить Просто сейчас взять И выложить Зачем ты типа Будешь эти деньги У себя замораживать Если ты их можешь По чуть-чуть Просто отдавать И все Это может быть Вопрос менталитета Но вообще Это достаточно Дико покупать Ну как Это как купить Пачку гречки В рассрочку Так же На месяц Ну вот Камон С ежедневным платежом В рубль Или сколько она стоит Ну не в рубль В рубль То есть можно вообще Все так покупать Можно внутри хлеб покупать Уже начать В рассрочку И отдавать потихоньку Тетеньке В соседнем ловике Вот Но это достаточно Нелепо И непонятно Как бы зачем Хотя может быть Когда-то мы над этим Уже не будем ржать Примерно как сейчас Над эйрподсами А? Видел как я Вывернулся Во-первых да А во-вторых Короче Ну в натуре Вот ты же говоришь Вот допустим Менталитет А у каких-нибудь Словных европейцев Они спокойно Все это берут в кредит Или какие-нибудь там Американцы И вообще даже не замараются И даже не парятся Чук Часы в кредит взял На ту С какие-нибудь еще Тарифы Это одно У них есть вот эта тема Хорошая кредитная история То есть они живут Для того Чтобы потом в 40 лет Себе взять дом в кредит Да Все часы берут в кредит Не я понимаю Да Если ты не будешь брать Часы Там телефоны И прочую хрень В кредит Пока ты к этому идешь Не накопишь себе То что ты хороший Кредитоотдавальщик То тебе не дадут Кредит на дом Нельзя просто пойти По оборомеру И взять кредит на дом Сразу Тебе надо перед этим С десяток кредитов отдать Причем разной Так сказать Степени сложности От хлеба до Я не знаю Там телевизора 4К С диагональю 75 дюймов Которые стоят Там по 400 тысяч Там по 200 Вот То Потом тебе дадут кредит Потому что ты там Ну Платежеспособен То есть у них Это еще и прикладной Носит смысл И они как бы Понимают Может быть Абсурдность того Что они могут себе Это позволить Просто здесь и сейчас Ну не принято У них там Может только наркоторговцы Просто берут Достают из сумки Котлету Наличности Отслюнявливают Там 600 баксов Или 700 Сколько там Айфон стоит И просто его берут И уходят Ну то есть Там на это посмотрят Как у нас На человека Который пошел Там Я не знаю И Да не знаю Я даже придумать не могу Мне кажется У нас Любое Может быть Я на это Обычно посмотрю Ну пошел Чувак Небоскреб За наличку Просто купил Как бы сейчас Я даже От такого Не удивлюсь уже Я думаю Что да Я думаю Что у нас Некоторые люди Наверное Небоскребы И бесплатно получают Ну условно Бесплатно Так скажем Фремиум Модель Небоскребы Условно Бесплатно Да А потом Внутри Микротранзакции За каждый этаж Вот да Вот да Ну ладно У нас сейчас Супер темка Да у нас Супер темка Каждый раз Я ее скажу Давай ты Да Потому что у меня там Потом бесконечная Такое начинается Такое начинается Вот перед тем Как такое начинается Мы вам хотим Рассказать С Саней Как бы я расскажу А он в конце Там скажет Что да Да Ну то есть Прав Никич был Короче Что Лучший Пока Вот нет еще Ни одного Какого-то Заменителя Знаешь такого Инвайта Которого Можно разбавить Сахарозаменителя Какого-то Лучшему Хостингу Смартейп Каждый раз Каждый Божий Подкаст Мы говорим Что Увобизайн Пожалуйста Попробуйте По нашей Реферальной Ссылке Вы стопудово Не пожалеете А тем более Вы выиграете От этого Что наконец-то Приобретете себе Крутой хостинг Не будете Страдать на своих С какими-то там Беспонтовыми Техподдержками Не будете Что-то там Короче Париться Из-за Даунтайма Условного У нас Все на Смартейпе А я буду У нас Все на Смартейпе Отлично С этим У нас там 99.9 99.8 Уптайм Не даунтайм Не подумайте И Вот И все Все сделано Абсолютно По стандартам Российским Не в плохом смысле Конечно А в хорошем То есть все Никто не подкопается Под вас Поэтому eubizine.ru Слэш смартейп Друзья мои Заходите И регистрируйтесь Плизик Да-да Все ссылки Есть в описании Если вы там Уже зарегистрированы Я напомню То можете сказать Свой логин Мы вас подпишем Под свою рефералку Вот И Будем так сказать Полезны Друг другу Вам как бы Не сложно А нам приятно Я это так скажу Там как-то в рифму было Вот Но я не вспомню Сейчас как рифму Просто Вам не сложно А нам приятно Eubi Design Та-та-та-та-та Так Вот сейчас будет приятное Про JavaScript Ооо Сейчас так приятно Будет вообще Да У нас две темки Которые нам предложили В патроновском чатике Порядка трех месяцев назад Может быть двух Вот Наш дорогой патрон Иван Мирзавцев Предложил их Сказал Саня Расскажи уже всем Практически как тайну Открыть всем Чтобы люди себя нормально По-человечески вели Тут секреты JavaScript Сейчас будут Чуваки Немного А он обе Темки Обе темки Предложил Да Обе Он обе Их предложил И я их Пронес Сквозь так скажем Пространство и время И действительно Как бы ну Хочу об этом рассказать Потому что Я именно их не дропал Все это время Потому что ну блин Они реально Во-первых Интересные Во-вторых Мирзавыч предложил Во-вторых Да Мирзавыч предложил Наш дорогой патрон Знаешь Из уважения Перед Мирзавычем Можно я быстро Сгоняю водички Себе налью Просто вот одну секунду Буквально Конечно Все Все Сейчас Мирзавыч Жди Погоди Сейчас я буду Вот Ну пока Никита годит Вот Я расскажу о том Что первая тема Она про поднятие Хостинг Так называемый В JavaScript Для тех Кто Ну как бы Хоть сколько-нибудь Глубоко Вникал в JavaScript Это я Я глубоко Вот Они в курсе В принципе Что такое поднятие Это о том Как именно Переменные Поднимаются Из локального Скоупа В глобальный Если их Вовремя Не объявить То есть Это как бы Такой Не баг А фича Или не фича А баг Здесь как бы Как вы к этому Относитесь Короче Это просто нужно знать Это особенности языка И так далее Так вот Автор Автора Доктор Аксель Раушмайер Вот Он Кстати У него здесь есть Бесплатные Суперкнижки Про JavaScript Обязательно их Почитайте Можете на его Ньюслеттер Подписаться Мне даже не зазорно Его прорекламирую Потому что он Он крутой У него здесь Неплохо написано Вот И собственно Недавно он Твит говорит Увидел От автора Спецификации ECMAScript 6 Алина Верфса Брока О том Что вот Поднятие Это суперстарая Такая И Немножечко Конфузящая Терминология То есть Непонятно А что это означает Поднимается Наверх Нынешнего Скоупа Как же Скоуп Называется По-русски Контекст Вспомнил Контекста Нынешнего блока Или вообще Из В глобальный Какой-то Контекст Уходит Ну то есть Или и то И другое То есть Непонятно Вот Но прежде чем Прояснять все эти моменты Нужно Немножечко К азам Вернуться Что такое Декларейшины То есть Объявления Переменных Где Вар А Писка Вот да Классический наш пример Об этом сегодня у нас будет Темка О таких Переменных И таких Строчках В коде Да У меня это будет Предпоследняя темка Сегодняшнего подкаста И поэтому Не понимаешь Но да Будет Вот Нужно понять Что такое Скоуп Что такое Активейшин То есть Скоуп Это контекст Перемен В который ты его Объявил Либо блоковый Либо там Функциональный Контекст Если там Внутри Ифа То это Соответственно Контекст Ветвления Если внутри Фанкшена Объявление Функции Соответственно Контекст Этой функции Если ты Глобально Ее объявил В самом начале То это Контекст Глобальный Активейшин Это тот момент В который Ты можешь Уже Получить Доступ К этой Переменной То есть Это Динамическая Хреновина В зависимости От Различных Ну так скажем Не типов Данных А типов Вещей Которые Можно Объявить Они По-разному Активируются То есть Все мы знаем Что если мы Просто напишем Функшен Вар Бар Фу Вот эти Классические Примеры Функшен Фу Внутри Ты там Что-нибудь Делаешь Ты ее Можешь Описать В самом Конце Вызвать Сверху Просто Фу Со скобочками И она Выполнится Неважно Где ты Объявил Функшен Если ты Просто Сделал Это С помощью Ключевого Слова Функшен Вот Но например Если ты Вар А Писка Сделал А перед Этим Вывел А То у тебя Будет Ошибка Потому что Ты еще Не Объявил Не Инициализировал Во-первых А во-вторых Точнее Как Сначала Не объявил А потом И не Инициализировал Ты можешь Просто Сделать Вар А В таком Случше У тебя Внутри Будет Undefined А Инициализировал Ты когда Ты сделал Еще А Равно Писка Или Сразу Вар А Равно Писка Тут Как бы Это Варьируется Причем Ладно Варьируется Еще И Вар И Ну то есть Который Был В ECMAScript 5 Для объявления Переменных И Let И Const Которые Появились В ECMAScript 6 Они и то Себе По-разному Ведут Здесь Есть Небольшая Табличка У него О том Как Вообще Собственно Себя Они Ведут А знаешь Что у меня Вопрос Есть У меня Вопрос А смотри Там Есть Такая Тема Как Если Ты Внутри Фанкшена Не Написал Вар Для Своей Этой То Короче У тебя Переменная Может стать Глобальной И ты Просрешь Из-за этого Ну Ты не столько Просрешь Столько Ты можешь Не к тому Значению Обратиться Не там Поменять Это и есть Поднятие Если ты без Вара Объявил Внутри Функции Присвоил А равно 20 Или А равно Писка Это стало У тебя Глобальная Переменная А Это и есть Собственно Поднятие Да То есть Если я хочу Чтобы не было Поднятия Так скажем Хотя обычно Хочется Чтобы было Поднятие Но вот если Я не хочу Чтобы было Поднятие То я хочу Внутри Функции Написать Вар Обязательно И тогда Обозначить Эту переменную И она будет Только внутри Этой функции Правильно? Да Она будет Принадлежать Только скопу Собственно Этой функции Уже Причем Написать Вар Опять же Забегая Вперед Нужно Чем раньше Тем лучше Чем раньше Ты эту переменную Объявишь И ее Инициализируешь Тем меньше Будет Ошибок Связанных С тем Что ты Ее еще Не объявил А уже Либо Пытаешься В нее Что-то Присвоить И Соответственно Получишь Поднятие Либо Просто К ней Обращаешься И Тогда Получишь Ошибку Референс Эрор Если угодно Ну ладно Это как бы Мы Сейчас С тобой Обговорили А по факту Если мы Все То есть Исключением Из этого Правила Является Фанкшн Который Если ты Описался С помощью Ключевого Слова Фанкшн Ты можешь К ней Обратиться К этой Функции Даже Если Она Объявлена В самом Конце Потому Что Ну так Работает Он потом Ее выполнит Да Он ее Выполнит Ну как бы Точнее Наоборот Он Инициализирует Функции В самом Начале И только Потом Начинает Выполнять Весь Код Соответственно И То же Самое С Варом Ты можешь Не Объявляя Вар Сделать Присваивание К переменной Тогда у Тебя будет Функциями К командами Операторами Ну нет Это не Оператор Ну короче Со всеми остальными Ключевыми Всякими Штуками Типа Конст Лед Классы И импорты Они все Уже Их нужно Короче Делать Максимально Рано Потому что Ты не сможешь К ним Получить Доступ Там В зависимости От Разных Слов Ты получишь Разные Ошибки Где-то Это будет Референс Эрор Где-то Это будет Undefined И так Далее Так вот Здесь собственно Есть Всякие Примерчики Типа Если ты Сделаешь Консоль Log X И только После этого Сделаешь Инициализацию Переменной Конст X То ты Получишь Референс Эрор Потому что Есть короче Такое понятие Называется Temporal Dead Zone Temporal Dead Zone Это Та Зона В которой Ты Переменную Объявил Но еще Не Инициализировал И в Этот Момент Она может По-разному Себя Вести В зависимости От того О какой Собственно Идет Конструкции Речь То есть Опять же Let Var И так Далее Короче Смотри Вот Ты Обращаешься К переменной Темп Равно ABC У тебя Здесь Если ты Это делаешь Внутри Какого-то Ветвления То есть Внутри Ветвления Начинается Temporal Dead Zone Или Внутри Функции Или Внутри Глобального Контекста Неважно Начало Контекста Если в этом контексте Какие-то переменные Ты объявляешь До того Как ты их объявил Эти переменные Находятся В temporal Dead Zone Потому что Temporal Временная Временная Смертельная Зона Почему временная Потому что После того Как ты эти переменные Объявишь Эта зона Заканчивается И ты к ним Можешь нормально Обращаться И так далее То есть Ты делаешь Присваивание Темп Равно ABC И получаешь Reference Error Потому что Темп Еще не Объявлено Если ты После этого Делаешь Console.log.temp Тоже у тебя Получится Reference.error Потому что Нету темпа Потом ты делаешь Let.tmp Ничего не присваиваешь У нее Просто ее Инициализируешь Не инициализируешь А объявляешь В этот момент В tmp записывается Undefined То есть Ты ничего В нее не присвоил Но ты уже сказал Что это переменная Есть В нее присваивается Undefined Все Temporal.deadzone Заканчивается В тот момент Когда ты делаешь Let.tmp Или const Соответственно Соответственно Если мы говорим Про функции То есть Function равен Ну тут какая-то Стрелочная функция Которая выводит MyVar Пока ты эту функцию Не выполнил Никакой ошибки Не происходит Несмотря на то Что внутри функции Ты выводишь Переменную MyVar Если ты Переменную MyVar Объявил До вызова Этой функции То нет Никакой ошибки Потому что Переменная Уже объявлена То есть Порядок Объявления Очень важен Если ты Объявил Функцию В ней Доступаешься К переменной И вызвал Эту функцию До объявления Переменной Ты получишь ReferenceRore Если ты ее вызовешь После объявления Переменной Все сработает Ну как бы По-нормальному То есть Здесь важно понимать Что зачем Нужно делать И соответственно Есть такое понятие Как ранняя активация То есть Ранняя активация Работает с VAR Как я уже говорил То есть Если ты A равно 200 Сделаешь без VAR То Это будет Глобальная переменная Так вот С функциями То же самое Ранняя активация Это то что Если мы Вызовем функцию FULL В которой Внутри Сделаем Return 1, 2, 3 И вызовем ее Раньше Чем опишем Через Ключевое слово Function FULL Return 1, 2, 3 Не будет Никакой проблемы Потому что У функции Так работает Что у них есть Ранняя активация Это означает Что ты В принципе Когда объявляешь Функцию Интерпретатор Изначально Все функции Декларирует Только потом Начинает Код Выполнять Но Здесь есть Опять же Особенность Если ты Функцию Объявляешь Не с помощью Ключевого слова Function А если Ты делаешь Const Bar Равно И присваиваешь Анонимную функцию К Bar Потом Когда ты Вызываешь Bar Из-за того Что ты это Сделал Через Const Ты не можешь Вызвать Эту функцию До объявления И здесь Как бы Это вопрос Как нужно Правильно Делать То есть Это опять же От Подхода К программированию Зависит То есть Ты можешь Это сделать Декларативным Программированием Там где ты Именно Описываешь Function Foo И так далее А вот Типа В функциональном Программировании Если я не ошибаюсь Если я ошибаюсь Поправьте Там Принято Присваивать Функции В переменные Опять же Ну и как бы Вызывать уже Эти переменные Причем опять же Ты их в const Присваиваешь Они там у тебя И мутабельные Они возвращают Каждый раз Простое значение И так далее То есть Это именно вопрос Той парадигмы Как ты программируешь Вот Но В любом случае Если ты Функции Объявляешь Через const Или let То их нужно Объявлять Так же Ну высоко До того Как ты эти функции Потом вызываешь Вот Здесь Кстати Дальше Есть Когда Ну то есть Штука такая Что если ты Исключение Назовем это так Если ты В f Присвоил Функцию Которая Вызывает g И потом В g Присвоил Через const Опять же Там 1 2 3 Ну точнее Return 1 2 3 В данном случае Просто такая Запись С стрелочной Функции То Если ты Вызываешь f После того Как Описал g Объявил То все Работает нормально Несмотря на то Что грубо говоря Ты вызвал g До того Как ты его Описал Из-за того Что ты вызвал f В котором Ты вызвал g После того Как ты Описал g То все Сработает Нормально То есть Даже без Ранней активации Ты можешь Вызвать Функцию Наперед Если Эту функцию Где ты Вызвал Какую-то Наперед Ты все равно Вызовешь После Описания Той самой Второй функции Которую Ты будешь Вызывать Вот Собственно Если мы Говорим Об ранней Активации Это тоже Нужно делать С умом Ну то есть Смотри Допустим У нас есть Глобальная Переменная Mystr Точнее Глобальная Константа Мы ее Описываем Через Const Mystr Равно ABC И также Мы Описываем Функцию Func Decl Ну то есть Function Declaration В котором Мы Return Mystr Делаем Если Мы эту Функцию Вызываем До того Как мы Описали Константу То будет Референс Error Если Мы ее Взываем После того Как Объявили Константу То все Работает То есть В любом Случа Все Консты И Леты Нужно Делать Вверху Даже Несмотря На то Что Функшены Ты можешь Потом Описать Ниже И вызвать Их Раньше Чем Ты их Описал Но Константы С которыми Эти функции Работают Должны Все равно Описаны Максимально Высоко Иначе Могут Быть Проблемы Вот Ну Слушай Пока Все Правило Сводится К тому Что Надо Сначала Описывать Константы Потом Функции А потом Все остальное Дерьмо Ну Либо Сначала Описывать Константы Потом Вызывать Какие-то Функции И потом Уже Эти функции Описывать Если Ты Используешь Декларативный Подход К Написанию Функции Просто Деваешь Функшн Что-то Там Ну И Название А если Ты Функции Присваиваешь В переменные То Это Тоже Нужно Делать Соответственно В самом Начале Ну В зависимости В том Порядке В котором Ты К данным Осуществляешь Доступ Если Ты Внутри Функции Осуществляешь Доступ К каким-то Данным Эти данные Должны Быть Описаны Ранее Функции Ну И так Далее И тому Подобное Кстати Описание Классов Класс Майкласс Ну И Какой-то Объект В котором У тебя Там Есть Конструктор Какие-то Методы И так Далее Они Не Активируются Рано То есть Ты Не Можешь Создать Экземпляр Класса До Того Как Ты Этот Класс Описал Это Кстати На самом Деле Можно Описать Почему Так Происходит Потому Что Класс Могут Экстендить Экстенд Объект То есть Ну Типа Класс Наследует Другой Какой-то Объект Точнее Является Его Там Так Скажем Экземпляром Да То есть Мы Не Говорим О Классическом О П В Джаваскрипте Раз Мы Здесь О Нем Говорим Но Неважно Есть Экстенды И Из-за Того Что Ты Можешь Экстендить Так Скажем Какую-то Константу То Ты Опять Так Что Ты Не Можешь Создавать Экземпляры Класса Пока Ты Этот Класс Не Описал Потому Что Если Этот Класс Ну Как Если Ты Вдруг Сделаешь Класс Класс Который Расширяет Какую-то Константу Или Что-то Еще Которую Ты Еще До Этого Не Описал И До Описания Этой Константы Попробуешь Создать Экземпляр Этого Класса То Получится Fatality Поэтому Классы Тоже Нужно Описывать В самом Верху Если Эти Классы Используют Какие-то Константы То После Констант Соответственно То есть Ну Примерно Как С Функциями Которые Тоже Ты Которые Используют Какие-то Данные По Возможности Наверх Но Как бы После Тех Дан После Описания Тех Данных Которые Ты Используешь В этих Функциях Кстати То же Самое С Импортами Здесь Он Почему-то В табличке Он указал Про импорты Но Дальше Он уже О них Ничего Не Сказал То есть Импорты Тоже Чем раньше Ты Импортируешь То Что Ты Будешь Впоследствии Использовать Тем Соответственно Лучше Потому что Ты Не можешь Использовать Ну Допустим Делаешь Ты Импорт Moment From Moment Библиотеку Moment Ты не можешь Использовать Раньше Чем Ты Импортировал Просто Потому что Еще пока Интерпретатор Не знает Что это за Библиотека И какие У нее Методы Экспортируются И так далее Так вот Соответственно Пятый Пункт Это То О чем Мы с тобой В самом начале Еще сказали Это Поднятие Вар Или Если ее По-другому Назвать Частичная Ранняя Активация То есть У функции Это полноценная Ранняя Активация Когда Ты можешь Вызывать Функцию До того Как ты ее Описал Через Кодовое Слово Function В варе Чуть-чуть По-другому То есть Если ты Делаешь Вар Х Равно 1 2 3 То на самом Деле Здесь Содержится Целых Ну как бы Два Действия Первое Ты объявляешь Вар Что Вар Х Существует И ты ее Объявляешь В том Скоупе В котором Ты написал Вар Будь то Ветвление Функция Или глобальный Скоуп То есть Оно не будет Из-за ветвления Уходить Если я Внутри ветвления Объявлю Нет Не будет То есть Даже в эту функцию Не будет попадать Получается Какую в эту Ну в смысле Вот функции Есть на ветвление Да Не будет Подожди За пределы С варом С варом Этот скоуп Работает только В функциях Лед и конст Останутся только Внутри ветвления Вар поднимется В функция Но не важно Это просто Вот особенность Такого поведения Нихрена От меня подловил Как будто Прямо на собеседовании Подожди Еще Знаешь Чем Лед Отличается Тогда Вообще От вара Или это просто Функциональная тема Вот собственно Одним из этих То что Лед Может быть Внутри ветвления А вар Нет Вар Будет внутри Функции Внутри Глобального Скоупа И так далее Ну и не только Этим Как ты уже Видишь Здесь Когда ты Описываешь Вар Х Равно 1 2 3 Там 2 Хотя Может быть Это И в лете Так же Ты сначала Записываешь Undefined А потом Присваиваешь Соответственно 1 2 3 Нет Я думаю Здесь Схожее Поведение Просто Придумали Конст И лет Конст Для иммутабельных Значений Которые Ты не можешь Изменять Один раз Присвоил И все А лет Соответственно Вместо Вара Появился Ну и из Особенностей Добавилось Что оно Внутри Блоков Работает То есть Даже Внутри Свеча Если ты Опишешь LED Он только Внутри Этого Свеча Будет С варом Нет Он все Равно Поднимется Наверх Ну а это Вообще Круто Это Типа Best Practices Так Делать Чтобы Типа Они Не Хранились Там Конечно Ну то есть Это Это же Понятно Если ты Объявил Какую-то Перемену Только Внутри Какого-то Блока Если Я могу Ошибиться Но в Классических C языках И так Далее Это Сразу Так И было Любимой Вот Мне интересно Там же Такие же Правила Вообще Если Весь Блок Взять Про который Ты Рассказываешь Там же Такие же Правила Надо все Заранее Объявить Чтобы Компуктер Все знал Так скажем И потом Там еще и Типа Надо у них Объявить Ну да Там еще Строго Ну да То есть Там вообще Все надо Жестко Сделать Тут не так Жестко С функциями Что функции Типа Могут Когда Хотят Быть Потому что Он сначала Функции Выгребет А потом Типа Остальное Будет Думать Вот Но Я так понимаю Что в принципе Везде так То есть Ну Компуктер Должен знать Что в переменной Лежит Иначе В натуре Undefined Полный Будет Круть Ну нет Кроме шуток Ты все правильно Сказал Да По моему В тех языках Даже уже И вот как Леты Вар Работает То есть Внутри ветвления Вар Будет только Внутри ветвления Описан А здесь Вот собственно Функция Ф В которой Смотри Мы сначала Проверяем Х Он равен Undefined Потом Мы внутри Ветвления Объявляем Вар Х Равно 1 2 3 Внутри Ветвления Выводим Х Равен 1 2 3 И потом Когда Ветвление Закончилось Просто Внутри Функции Мы вводим Х Он тоже Равен 1 2 3 Происходит Поднятие То есть Вар Внутри Ветвления Все равно Делает Переменную В контексте Функции А не Внутри Только Этого Ветвления Это Ключевая Особенность Отличия От Лед Понятно Ну Так как Лед Это Более Новая Хрень Я так Понимаю Раз это Экмоскрипт 6 Да То Да То Типа Там Это Специально Сделали Чуваки Удобно Все Делали И не Хранили Дерьмо Лишнее Видимо Да Да То есть Это Как Ну Представь Это же Confused Если Ты Из Нормальных Языков Программирования Пришел Вот Такая Хрена Тень Ну Да Что У тебя Полностью Перемены Начинают Вверх Подниматься И ты Такой Твою Мать Вот Да Ты Вроде Тупо Что Ты Так Делаешь Если у тебя Была Снизу И снова Писка И перезаписалась Во-первых Тупо Что у тебя Одинаково Называется Ну Да Но Неважно Как Как Факт Нужно Об этом Обо всем Просто Как Знать И все Вот И Это все Бо Ничего Если бы Иван Мерзавцев Не предложил Вторую Темку Которая Классная Просто Вот тут Я ликовал Реально Так Паттерн Ну Точнее Антипаттерн Спред Оператора Спред Оператор Это Тот Который Через Три Точечки Ты Пишешь И он Означает Ну Допустим Есть у тебя Какой-то Массив Или Объект И ты Соответственно Создаешь Новый Объект В него Делаешь Три Точечки Предыдущий Объект И Запитая Какие-то Новые Элементы И в новом Объекте Соответственно Элементы Первого Записываются Плюс Те Которые Ты К нему Добавил Понимаешь Да Если у тебя Массив 1 2 3 И ты Делаешь Массив Array 2 Равно Условная Конкатинация Типа Конкатинация Да Так вот Сам Оператор По себе Как бы Классный Ну Важно Про него Помнить Использовать И так далее Читать его В чужом Коде Не тупить Это одно Вот Но Он Используется Еще В так Называемом Reduce Spread Pattern Смотри TLDR Reduce Spread Он Принадлежит К другому Классу Сложности Алгоритмов И соответственно Не является Оптимальным Это плохо Короче Он медленный И сейчас Я расскажу О том Что такое Reduce Spread Для Слушателей И зрителей Для тех Кто не в курсе Какой именно Паттерн Так называют Вот Второй Пункт TLDR То что Как бы Здесь написано Справедливо Для нынешних JavaScript Движков То есть На данный Момент Это неоптимизированный Код Вот Но Скорее всего Его так Никто и не Оптимизирует Ну то есть Это как бы Не является Приоритетным Это все равно Что знаешь Если очень долго Жать на Педаль газа То обороты Будут 8000 Зашкалят И двигатель Там колом Встанет Но не жми То есть Как бы Никто не будет Какую-то там Защиту от дурака Придумывать И так далее Просто Как бы Это и так Очевидно Что не надо Так делать Вот Поэтому Да Ну и соответственно Третья Тлдр Если ты используешь Этот паттерн Reduce spread Для того Чтобы иммутабельность Была Для того Чтобы ты Грубо говоря Ну Есть у тебя Массив 1 И ты Каждый раз При Каком-то там Изменении его Ты создаешь Массив 2 То есть Не меняя первый То лучше Использовать Либо какие-то Другие библиотеки Иммутабельность Для работы С данными Чтобы они тебе Не позволяли Первые изменять Вот Либо что-то другое Придумать Но этот паттерн Для этого не использовать Плохая идея Так вот Теперь перейдем Непосредственно К примерчикам Вот Есть у нас Условный Какой-то объект Ой Массив объектов Массив называется Items В нем есть Какие-то объекты Name Something Value True Вот И мы хотим Соответственно Совместить Items С учетом Какого-то Результата В другой Массив То есть Используется Метод Reduce Мы с тобой Сколько-то там 2-3-4 Подкаста Назад Рассказывали Что есть Map Filter И Reduce Это методы Для перебора Массивов Соответственно И там Мы их можем Использовать Вместо циклов For Например Потому что Ну они разные То есть Map Делает Новый Массив Фильтр Соответственно Делает Новый Массив И по Какому-то Условию Элементы Из него Перекидывает В новый То есть Если там Выбрать Все Которые Меньше Десяти Или там Больше Десяти И Reduce Это Соответственно Когда он Перебирает Все элементы Массива И в итоге Остается Какой-то Там Один Например Найти Сумму Всех Элементов Массива Можно Сделать Через Reduce Ты каждый Перебиваешь Добавляешь К аккумулятору То есть Начинаешь С нуля И прибавляешь Каждый Элемент К нему У тебя Получается В итоге Сумма Очень Часто Используют Соответственно Берут Пустой Объект И в него Reduce Соответственно Те Элементы Которые Ты Перебираешь Массив И Reduce В тот Объект Каждый Элемент Массива Просто С учетом Каких-то Преобразований Грубо Говоря У тебя Получается Перебранный Так скажем Перебранный Массив Но уже С какими-то Изменениями Этот Паттерн Называется Reduce Mutate То есть Ты Изменил По факту Какой-то Массив Перебрав То есть Вот смотри Let Result Равно Items Точка Reduce Аккумулятор И Item Аккумулятор Изначально Мы передали Вторым параметром В Reduce Как пустой Объект А внутри Соответственно Callback Мы Каждый Item Массива Мы В Объект Записываем Что под Названием Something Мы Храним True Ну Если мы Берем Тот Пример Items Который у нас Выше Там Дан То есть Мы Делаем Ключ Объекта Это Элемент Name Из Объекта Того Массива Который мы Взяли А Value Это True Соответственно У нас Получается Большой Объект В котором Хранится Куча Значений Something True Еще Anything False Какой-нибудь True Bar False И так далее То есть Мы Изменили У нас Был Массив Items Мы Его Прогнали Через Reducer Но По факту Мы его Не до Одного Элемента Массива Свели А мы Его Свели До Объекта Внутри Которого Все равно Весь Этот Массив Лежит Просто Какой-то Уже Измененный Второй Так скажем Способ Добиться Такой же Такой же Функциональности Это Цикл For Off Мой Любимый Где ты Берешь Делаешь Переменную Result Равен Пустой Объектик Соответственно Точно так же Как ты Его В аккумулятор Передаешь Пустой Объектик А потом Ты делаешь Перебор И внутри Цикла Ты то же Самое Делаешь Что Result Item Name То есть Делаешь В объекте Ключ Из Name И Значение В него Записываешь Из Value То же Самое Практически Выглядит Чуть-чуть По-другому Но Суть То же Самое То есть Ты Ну Опять же Ты мутируешь Result То есть Ты его Изначально Записал И потом Ты его Весь Смутировал Внутри For Если Ты делаешь Исходя Из Первой Вот Этот Reduce Mutate Паттерна То ты Сразу же В Result Записываешь Этот Объект И ты Его Больше Не Мутируешь То есть Он Едино Записывается Просто И все А там Ты записываешь Дважды Сначала Ты в него Записываешь Пустой Объект Потом Записываешь Уже То Что Является Результатом Перебора Так вот Кроме Этого Есть Третий Вариант Как Красиво И классно Сделать Это Reduce Spread То есть Первый Был Reduce Mutate Второй Reduce Spread Ну Соответственно Тоже Reduce Потому что Мы Также Через Reduce Прогоняем Также У нас Есть Аккумулятор Который Мы Изначально Делаем Пустым Объектом А потом Смотри Что мы Делаем Мы Делаем Return Соответственно И внутри Return Мы Делаем Три Точечки Акк То есть Spread То есть Все Что Было В Аккумуляторе Перед Этим И потом Через Запятую Делаем Item Name Item Value И дописываем Еще одну Пару Ключ Значений Казалось бы Но вроде Еще Меньше Занимает Место Типа Супер Синтаксический Сахар Вообще Как бы И до свидос Классно Но Причем На самом деле Это достаточно очевидно Вот Ну как бы Ну это Это нелепо Сейчас меня тебя спросить Типа В чем подвох Почему по-твоему Это плохо Вот Но я все равно спрошу Почему по-твоему Это плохо Погоди Мне знаешь Что показалось Мне показалось Что Он же Он будет Он допишет Правильно То есть Он К существующему Допишет То что Новое дерьмо Правильно Я понимаю Ну в итоге Да Просто в тех же он по-моему Не дописывал Не в тех тоже дописывал А он везде дописывает Он везде дописывает Да Результат везде будет одинаковый Я тебя понял Да Результат одинаковый Но типа Этот почему-то Bad Practice А тот Те норм Да Ну мне сейчас сложно сказать Я не знаю Почему так Ну смотри Когда спред оператор Выполняется К сожалению На каждой итерации Он заново Перепирает Весь аккумулятор И записывает Все из него То есть Он не то что Помнит Что было предыдущее И дописывает Только один Он каждый раз Его заново С нуля составляет И плюс один Еще добавляет Ну это Такое вообще Так это Разный будет результат Получается Все равно Нет Результат один и тот же Но он каждый раз Его перебирает Если в первом и втором Случа Он тупо дописывает Реально Просто берет И новый элемент дописывает То в этом случае Он каждый раз Создает пустой объект Каждый раз В него переписывает Все из предыдущего момента И еще плюс один Потом опять Открыл пустой объект Переписал с предыдущего шага И еще плюс один То есть Он выполняет Не n операций А n в квадрате Операций Для выполнения Того же самого В итоге То есть Это все равно Что вот У тебя есть Тарелка гречки Которую тебе надо перебрать Ты берешь вторую тарелку Перебираешь Одно зернышко Потом берешь Третью тарелку Перебираешь сначала Это одно И берешь еще второе И так переставляешь тарелки И сначала два Потом из второй Перекладываешь В третью Два Добавляешь один Потом опять вторую тарелку Ставишь Из третьей Перебираешь три И из первой берешь Ну короче Ты понимаешь Это бред Вот И здесь собственно Автор Он именно Что это типа говно Антипаттерн Я понял Он создал бенчмарк В котором просчитал То есть здесь я не буду Останавливаться На всем этом Суть в том Что ты вместо Н операций Деваешь Н в квадрате операций И здесь на графике Если вот смотри Там есть интерактивный график Если мы выберем Именно reduce spread Это голубенькая хрень То мы видим Что любые другие операции Чем дальше мы идем То есть если это будет Двадцать значений То где-то в двадцать раз Быстрее выполнится For off Ну и там В девятнадцать раз Быстрее выполнится Reduce mutate А если мы говорим О ста Значениях уже Внутри этого массива Или объекта То есть То уже в семьдесят То уже в восемьдесят раз Быстрее выполнится For off И в Где-то Ну где-то Семьдесят Раз быстрее Выполнится Reduce mutate Ну короче говоря Чем больше Ну да Видно что reduce spread Он просто в пол лежит И не может вообще нормально Быстро делать Точнее он всегда делает С одинаковой скоростью Потому что он каждый раз Он все выгребает И заново делает Ну тут видишь Если мы прожимаем На этот график Мы просто говорим Что вот если Один Это скорость Reduce spread Для того количества элементов Для того количества элементов Которые по оси Х Так скажем Отложены То Во сколько раз Быстрее Выполняются Другие алгоритмы И вот Чем дальше Тем быстрее Выполняют То есть Чем больше Элементов мы Перебираем Тем быстрее Выполняются For off И reduce mutate По сравнению С reduce spread То есть Если речь идет О десяти каких-то Значениях То это как бы Не так страшно Точнее если О двадцати Даже не так страшно Потому что здесь График Сначала он быстрый Потом он чуть-чуть Замедляется А потом все равно Опять быстрее 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 Но если мы говорим О тысячах элементов То там уже будет Там в сто раз Быстрее Выполнится For off И reduce mutate Вот Но почему я ликовал Я ликовал Потому что For off Выполняется Все-таки быстрее Чуть-чуть Чем reduce mutate А это твой любимый А это мой любимый И это как раз Я именно задавал вопрос Порядка там Пяти-шести подкастов назад Типа Чуваки Продайте мне Reduce mutate Почему я должен Использовать его Вместо for off И мне как бы Никто не мог Ничего сказать Кроме того Что он Иммутабелен То есть В for off Ты изменяешь Тот же самый массив Перебором И как бы Ну ты его делаешь Мутабельным И это Bad practice Для функционального Программирования А reduce mutate Это иммутабельное Дерьмо Ты перебираешь Один Но результат Ты присваиваешь В другой А не в первый И соответственно Первый у тебя Неизменный Это как бы Такой Легкий перебор Если вдруг Эти данные Тебе типа Не принадлежат То ты Ничего с ними Не сделаешь То есть Они будут неизменны А тот новый массив Который у тебя получится Он как бы Уже будет новый Вот Ну так вот А я пытался им Объяснить Что for off Все-таки быстрее И вот тут За меня чувак Все-таки Это доказал Что там Если речь идет О ста значениях То for off На 30% Быстрее На 15% Если будет Тысяча значений То наверное На 40-50% Он уже будет Быстрее И это чуть-чуть Греет мне душу Возможно Мерзавыч Когда предлагал Нам наш дорогой Патрон Он знал уже Что тебе понравилось Что точнее Ты болеешь За For off И такой думает Блин Подкину Саньке Ему понравится До свидания Возможно Он мне даже И подписал Что типа Саня Я как бы Не нашел Прямого ответа На твой вопрос Но вот Почитай-ка Вот здесь Что-то он По-моему Такое писал Просто это реально Было достаточно давно Поэтому я сейчас уже Ну не найду У нас в патроновском чате Какие-то там Так много всего происходит Вот Что я не Не доскролли Ни в жизни Никогда До того момента Поэтому да Ну короче говоря Иван Спасибо за эти темки Ты крутой Да Вот И Это интересно было Пишите в комментариях Что думаете По этому поводу Шах и мат Любители спред-оператора И использование его В редьюсе А мы Идем дальше Мы идем дальше У нас краткая инструкция По найму нормальных людей В IT Мы кстати это говоря Назвали как Лучшая инструкция По найму Но в принципе Она и лучшая Если честно Я прочитал Мне очень понравилось Я думаю Ты тут с многим Тоже будешь согласен Поэтому думаю Что лучше Можно назвать Что лучшая инструкция В общем В этой статье Пишут на самом деле Что идеального собеседования Не существует Потому что Очень сложно Для всех Вот Обширного Этого круга Типов IT-компаний Сделать какой-то Единый сценарий Для собеседования По которому Вы будете реально Опрашивать Вашего кандидата На должность Соответственно Для Какого-нибудь Гугла Дикого Там все Очень сложно Там будет Очень такие Во-первых Будет несколько Больших собеседований Технических На которых Наверное Будут очень Какие-нибудь Занудные вопросы Которые вы будете Чтобы максимально Отсеять Людей То есть Максимально Получить Какого-то Блестящего Золотого Чувака И это В принципе Для них Подходит То есть Они могут Такое Сделать И они Получат Какого-то Своего С определенными Скиллами Чувака Который Будет На собеседовании Знать Какой-нибудь Вопрос Из Википедии Который Вообще Никто Никогда Не вспомнит А вот Этот чувак Вспомнит Значит А какие-нибудь Дикие Стартапы Им Вообще Никак Во-первых Не выгодно 100 миллионов Собеседований Проводить Во-вторых Им надо Быстрее И им Нужен Чувак Не который Помнит Статьи Из Википедии А который Просто Реально Умеет Решать Дела Делать Вот Короче Говоря Здесь Чувак Автор Статьи Вообще Очень Сильно Рекомендует Нам Что Не надо Просто Делать Выводы На основе Того Что Вот Даешь Какой-то Вопрос Дикий По джаваскрипту Сложный Чувак Не смог Ответить Все До свидания Спасибо Вы нам Как бы Не подходите Или Какой-нибудь Очень Сложный Термин Ему Задаешь Который В натуре Либо Никто Не помнит С универа Если Это Какой-нибудь Сеньор Дикий Либо Просто Не знает Потому что Еще Джуниор Какой-нибудь Соответственно Это все Очень Странные Понятия Нельзя Так Просто Взять И Залезть Так Скажем В бутылку И Спросить Какую-нибудь Сложную Хреновину Нет Надо Подходить Немного По-другому Вообще Абсолютно По-другому И Тот Который Чувак У вас Будет Найден Я Вообще В принципе Опуская Многое То Что Здесь Сначала Написано Тот Чувак Который Найден Он Должен Примерно Хорошо Обладать Тремя У тебя В прошлом Были Графики По Джаваскрипту У меня Тоже Графики Между прочим Ух ты Да График Во-первых Значит Чувак Должен Быть Мудрым Определенно То есть Смотря Опять же Кого Вы нанимаете Но Определенно Мудрым Умением Делать Дела И Должен Быть Совместим С командой Здесь Есть Некий График Который Показывает В принципе Как Пересекается Мудрость С умением Делать Дела Вот И Чем Больше Мудрость Кстати Говоря Тем Меньше Умение Делать Дела Заметьте Вот И В принципе Соместимость По оси Х Тут Типа Возраст Ну То есть Годы Так вот Короче По оси Х Годы На самом Деле Мудрость Действительно Очень сильно Зависит От умения Делать Дела Точнее Чем Более Ты Мудрый Тем Меньше Ты Легкий На подъем Скажем Так Умение Делать Дела Это Именно Легкость Быстро Что-то Сделать Потому Что Чем Более Мудрый Ты Как Работник То Тем Больше Ты Начинаешь Пример Сразу Пилить С места В карьер Ты уже Думаешь Так Может Тут Спроектируем Сначала Конечно Соответственно Вашему Темпераменту Разработки Вы должны Выбирать По Этим Трем Качествам На Твоем Месте Я бы К Следующему Скрину На самом деле Перешел Там Есть Тоже Такие Колоночки Графички Идеальный Работник Стартапа Идеальный Работник Стартапа Идеальный Работник Google Facebook Amazon Если Мы Набираем Чувака Стартап Решение Какое-то У нас Такая Быстрая Разработка Все Дикие Надо Быстрее Показать Демо Представить Бабки Заработать Соответственно Нам Нужен Чувак У Которого Огромное Количество Умения Делать Дела Среднее Количество Совместимости С Командой И Это Я Кстати Не Сказал Совместимость Командой Это Тоже Один Из Чем Более Чувак Несовместим С командой Тем Он Вообще Нахрен Не Нужен Потому Что Это Одна Из Самых Частых Увольнений Везде Это Совместимость С командой Потому Что Если Чувак Не Совмещается Какой Бо Он Не Был Специалист Охренетительный Он Просто Будет Тянуть В другую Сторону Ни Вверх Ни Лучше Ни Куда А Просто В другую Сторону Будет Команду Утягивать Будет Токсить Будет Не знаю Тупить Всех Учить Короче В общем Будет Лишние Абсолютно Вещи Делать Которые Будут Отнимать Время У других Чуваков И Как бы Умение Делать Дела Сразу У всех Упадет Короче Все Сразу Начнут Заниматься Только Коммуникацией С этим Чуваком Настраиванием Соответственно Обязательно Совместимость С командой Должна Быть На Среднем Уровне У Чувака Стартапы У меня Делать Дела На Самом Высоком И Мудрость Ну Похрен На Не Очень Высоком Вот Соответственно Чувак Быстро Подрывается Делает Наш Стартап В принципе Неплохо Совместим С командой На Среднем Уровне Может С кем То Там Покоммуницировать Все Понять И Сделать Если Вы Набираете В Такую То В ней Немного По-другому Обстают Дела Делание Дел У этого Чувака Которого Вы Берете Должно Быть Минимальное На Самом Деле Потому Что Он Не Должен Подрываться Сразу Коммитить В Мастер Лить Лить В Мастер Все Потому Что У вас Все У вас Гугл Он Сейчас Сменит Вам Логотип На Главный На Письку И Все У вас Бабки Полетят Вниз С Другой Стороны Дело Не Дело Должно Быть Минимальное Но Мудрость Должна Быть Средненькая Потому Что Уже Хотя Б Не Максимальная Потому Что Максимальная Он Тогда Вообще Чего Делать Не Будет Слишком Мудрый Короче И У него Совместимость Упадет Потому Что Он Начнет Всех Учить Ну Такое Короче Мудрые Чуваки Слишком Мудрые Такой Умный Чувак Вот Знает Подходы Правила Все Короче Но Не Слишком И У него Должна Быть Супер Совместимость С командой В таких Огромных Корпорациях Чуваки Вообще Должны Понимать Где Находятся На Каком Шаге И Не Должны Опять же Делать Просто Бредятину Какую То есть Совместимость С командой Здесь Должна Быть Огромная Коммуникация Должна Быть Очень Крутая Потому Что Без Коммуникации В огромных Компаниях Вообще Ничего Не Сделается Ты Будешь Просто Сидеть В тишине Один И Не Понимать Что Происходит Вот Тем более Что Огромная Команда Подразумевает Большую Коммуникацию И совместимость С людьми Вот Да Это Да Я Сказал Про то Что Просто Узкоспециальные Узкоспециальные Вопросы Не Показывают На самом Деле Знания Чувака Точнее Знания Может быть Показывают Но не Показывают Насколько Он Крутой Программист То есть Чувак Может Во-первых Быстро Схватывать Уметь Гуглить Круто Уметь Если Что Открыть Учебник Где Надо Но То Что Он Запомнит Какой Дикий Термин Который Вы Сами Вчера Только Вычитали Это Не Не Значит Что Он Крутой Или Не Крутой Вот Кроме Этого Он Здесь По шагам Автор Статьи По шагам Рассказывает Что Нужно Было Бы Круто Спросить У Чувака Во-первых Здесь В натуре Есть Сценарий Некий Такой Что Можно Было Спросить У Человека И Первый Шаг Рассказать Вообще О компании Продукте Задачах И Планах То Есть В принципе Посвятить Чувака Самого Не Вам Задавать У нас Все Под Индей Кстати Говоря Вот Мы Значит Делаем То-то То-то Мы Занимаемся Тем-то Тем-то Короче Мы Классные Задачи У нас Такие-то Планы У нас Вообще Охренеть Шаг Второй Расскажи О себе Дальше Самый Балдеж Начинается Ты Начинаешь Спрашивать У Чувака Кто Он Что Он И Обычно Стандартно Дефолтный Чувак Тоже Нормальный Человек У которого Совместимость С командой Хорошая И вообще Он умеет Общаться И коммуницировать Он В принципе По какому-то Определенному У себя В башке Сценарию Расскажет Где он Программирует Как он Чем занимается Пишет На каких Языках Какие технологии Любит И так далее Как ему Классно Интересно И так далее Шаг Третий Просто Такой Как бы Расслабленный Диалог Перед тем Как его Нагружать В жопу То есть Такой Легень Смолток Как здесь написано За жизнь За технологии То есть Спросить у него Такие вопросы Как типа Какой любимый язык Какой фреймворк Расскажи Минусы Плюсы Вот Почему вообще Программируешь Что тебя драйвит Здесь написано Вот И классный Гениальный Классный вопрос Классный вопрос Ты сеньор И можешь дать Один совет Себе Джуну 10-20 лет назад Какой он будет То есть Как бы В прошлое Взгляд Такой сделать Как будто ты уже Супер король Но надо Посмотреть назад Вот Это прикольно И опять же Видно Насколько чувак Совсем Дурачок Отбитый Или умный чувак Более-менее Далее Четвертый шаг Настоящую задачку дать Дать задачку Причем Такую Именно на понимание Не то что там Досконально Как-то супер решить А просто на понимание Чувак вообще понимает Или нет То есть Например Хорошие Хорошие варианты Дать упрощенную версию Задачи Которую сами Недавно решали То есть Это вот Любимый вариант автора Кандидат Сразу понимает Чем занимается Команда Команда Видит Насколько Кандидату Это интересно Проходит в режиме Диалога Как бы ты решал Какие ограничения Что тут использовать И так далее То есть Такой Чисто общий вопрос Не то что там Знаешь Ну-ка давай-ка Сортировочку Пожалуйста Мне Пузыречком А потом Чтобы еще В обратную сторону Там и так далее Вот без этого Шаг пятый Тестовое на дом Да Можно дать Тестовое на дом В принципе Понять в натуре Насколько у него Какой код Причем Сделать это там Часовое Чисто тестовое Такое легонькое И можно сделать Послабление Если у чувака Есть уже Гитхаб Он заменяет Тестовое на сто процентов То есть Если у чувака В натуре Он ведет Гитхаб У него есть Какой-то код И он там Что-то уже пишет Или например Как вариант Он писал Уже тестовое Для другой компании И залил на гитхаб То просто можно Посмотреть внутрь Туда к нему Зайти И не надо Чуваку тестовое Будет проходить Какое-то Суперсложное Там ваше На которое он Потратит неделю Потом придет Скажет Ничего не сделал Или там Еще какая-нибудь Хрень Это тупо Ну и шестой Шестой шаг Это вопросы От кандидата Здесь на самом деле Чувак рассказывает Что он придумал Классный вопрос Задавать Который типа Очень сильно Раскрывает Вообще Сущность кандидата Под конец То есть Спрашиваешь его Счастливы ли вы Делать то Что делаете И почему И чувак говорит Что после такого Либо очень лживое Дерьмо Вскрываются Всякие Шаблонные ответы Типа да Я очень счастливый Потому что там Типа Айти Это короче Шаг в будущее Там знаешь Вот такое Какое-нибудь дерьмо Все сейчас в айти Короче Вот Либо чувак Начнет какие-то Глубинные темы Рассказывать Свои инсайдерские Которые возможно Вас заинтересуют Будут интересно Послушать опять же Там Он еще Рассказывает Да я Потому что там Меня дядя Увлекался Каким-нибудь там Программированием На фартране А я там Люблю Вот жаваскрипт Короче В принципе Будет все вам Прикольно послушать Вот Такое здесь Такая есть статья С шагами Мне очень понравилось В принципе Все дельно Все по Все по делу Тебе как? Мне тоже понравилось И я именно Пока ты это все Рассматривал Я Вспоминал Своё Последнее интервью Крайнее Так скажем Вот И собеседование И в принципе В принципе Вот Такое ощущение Что ровно По этой методичке Ну то есть В хорошем смысле В хорошем смысле Да И Вот Шестой шаг Вот это вопрос От кандидата Я сейчас точно Не вспомню Что я задал Но тоже Что-то такое Как бы Философски прикольное Действительно Я не буду сейчас Бравировать Что вот я ровно Это и спросил Это просто неправда Но что-то я тоже Такое прикольное Спросил Кроме опять же Да Классических вопросов Там о команде Как устроен Вообще техпроцесс Как там Какие спринты Там и все такое Вот Тут как бы Я что-то тоже Прикольное спросил Это интересно То есть вообще Если вдруг Мне еще понравилось Что тут Автор в закат ушел Что и сами На досуге Подумайте Об ответе На этот вопрос Счастливы ли вы Делать то Что вы делаете И почему Да Это прикольно Вот То есть мне Мне тоже Очень понравилось Я считаю Нужно всем Ну Понятно Нужно всем Прочитать Кто интервьюирует Это как бы Стопудово То есть Ну Нужно компетентно Это делать И так далее Но и всем Кто в общем Собирается проходить Какие-то собеседования И так далее Тоже почитайте Это Это действительно Прикольно И проливает Немного света В том Как как бы Все устроено И как все бывает Да Так Прежде чем Двигаться дальше Поговорим Во-первых Про патреон Ну Что про патреон Про патреон Либо хорошо Либо ничего Поэтому Будем хорошо Вот И Это Самый классный Способ Вообще Нас поддержать Patreon.com Ссылки Есть в описании Если что Вот Вы вообще Будучи Участником Нашего патреона Вы Приобщаетесь К прекрасному Вы можете Нам занести Какие-то деньги За которые Получите Какие-то награды Вот там Недавно был пост Об очередных наградах То есть Это реально Это действительно Ну Это реально Работает Вот Кроме непосредственно Наград Которые вы можете Получить Самый из которых Я считаю Основной Это наше Пре-шоу Это Микро-подкаст Где мы Готовимся К тому подкасту Который вы знаете Под названием Суровый веб Вот В при-шоу Мы рассказываем Какие-то истории Какие-то подковерные Такие-то Вещи Которые 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 У нас Возникают В процессе Записи Этого подкаста И так далее Это просто Грубо говоря Режиссерская версия Подкаста И это круто Это каждый раз Каждую недельку Ты получаешь 20-30 минут Чего-то крутого Вот Ну и кроме этого Здесь есть общие цели То есть Когда Сумма всех патронов Складывается Получается Какая-то Определенная сумма В месяц И вот Общие цели Пока выполняются Пока мы собираем Сколько-то в месяц Мы тоже делаем Какие-то вещи Для того Чтобы оправдать Так сказать Ваше доверие И да То есть Зайдите Полистайте Patreon.com Слышки Webdesign Выберите Какие-нибудь Если вам Нравятся награды И вот Патреон Это самый Нам близкий Способ Поддержки То есть Это Это удобно Это Это интересно Это общение С комьюнити Вообще Это как-то такое Стильно Модно Молодежь Скажу Клишировано Так что Вот Да А я хочу К патронам Обратиться Чуваки Вы тихо Не сидите Тоже Ставьте лайки Там какие-нибудь Вот эти Комментарии Напишите на Патреоне Прикольно Когда много Всякого Говна заполнено И у нас Как будто Что-то там живет На Патреоне И мы прям Радуемся Не только бабки Занесите Но и пишите Что-нибудь Ставьте лайки Прикольно Чтобы там Жило Чтобы видно было Что Обжитое место Да Колокольчики Еще ставьте Это уже на ютюбе Это обязательно Дальше у нас Дизайн Точнее Ну как бы Флэшбэк Дизайн Типа Дизайн На самом деле Вспышка Абсолютная вспышка Есть такая пицца В Америке Хотя Что в Америке Она по-моему И в Петербурге Есть В Екатеринбурге В Москве В общем говоря Частично Залезла и на другие рынки Но Как я понимаю Исконно Американская пицца Хат Такой бренд У которой Логотип Собственно говоря Это шляпа Типа Пицца Хат Понимаете Хат Как бы тот хат Но не совсем тот Но хат В общем Короче говоря Пицца Хат Которая была До Текущего момента С логотипом Таким Знаете Как печать Но на самом деле Это как будто Размазанный Кетчуп По кругу Но вообще Опять же Это типа Пицца Кругленькая И внутри нее Пицца Хат Написано Вот С таким логотипом А теперь Они немного Решили Поностальгировать И возвращаются Практически Ну К освеженному Логотипу Освеженному Практически Логотипу Из старых Своих годов Когда у них Шляпа Сверху Красная Просто А внизу Чисто написано Черным Пицца Хат Ну и там Еще их Видимо Слоган No one No one Outpits The Hot Вот И короче говоря Возвращаются То возвращаются Но говорят В статье Здесь Что потихонечку То есть Не сразу Дропнут Тот старый Кружок А как бы Будут Потихоньку Заменять Хотят Намекнуть Конечно Конечно Они на это Не намекают Потому что Я думаю Если бы хотели Намекнуть Более явно Намекнуть Так что реально Даже дебил Бы догадался Конечно Потому что Во-первых Ну Есть люди Которые Не поддерживают Трампа Тем более У них там Это сильное Различие 50% Вы просто Перестали Ходить В пиццу Хат И мне Это не очень На руку Поэтому Они это Очень Завуалированы Если вообще Это делают Мне сейчас показалось Что ты сказал Не им Это не очень На руку А мне Это не очень На руку И мне И мне Как владельцу Пицца Хата В Америке Это не очень На руку Короче Возвращаются Практически К OG К оригинал Гэнгста Логотипу Мне Честно Я тебе скажу Честно Я тебе скажу Больше нравится Новый Ново-старый Старо-новый Мне тоже Это во-первых Я хочу еще Знаешь что сказать Слушай Какой-то Вот такой Мы должны С тобой Это понять Мне кажется Мы можем Мы гении Есть какой-то В этом Не то чтобы Шарм Есть какой-то Единый стиль Между Пицца Хатовским Вот этим Новым Старым Логотипом И ново-старым Логотипом KFC Потому что Все сейчас Люди В смысле Все сейчас Компании Почему-то Стараются Очень выделить Вот у KFC Сейчас Очень ярко Выраженный Полковник Сандерс На упаковках И просто Написано KFC И здесь Как-то Очень тоже Минималистично Написано Пицца Хат И просто Их логотип То есть Знаешь Есть какой-то Тренд В том Чтобы Выделить В сухом Остатке Просто Логотип И просто Надпись Какой-то Вы знаете Ну да Идем опять К минимализму Устали От этого Информационного Шума И как бы Вот уже Хочется Вот Выделить Просто Главное Как бы И чтобы Бросилось В глаза Потому что Уже чем больше Деталей Чем больше Вычурности И так далее Это уже По баннерной Слепоте Это пропускаешь И все А тут как бы Back to basics Что называется Да Да Что-то такое Поэтому мне В принципе Нарается Старо-новый Те тоже Мне интересно Опять же Послушать Наших Интерактив Со слушателями И зрителями Напишите Как вам Новый пицца-хат Кушали ли вы В пицца-хате Особенно Слушатели Они-то Стопудово Ответят Как им Новый пицца-хат Нет Ну может Они видели Просто Ходили мимо Ну согласен Да Так бывает Тем более Что Мне не очень понравился Пицца-хат Честно Я когда в Питере Жрал Мне что-то Как-то не очень Но Вы напишите Обязательно Может быть Есть любители У нас пицца-хат Как фобо Сейчас скажут Что фобо Всем нравится Опять же И я опять Буду сидеть Дальше И плакать Сходим Сходим с тобой В какой-то момент Да Мне напоминает Шляпу Хайзенберга Еще Да Кстати Да Кстати Я даже не смотрел И то напоминает Чуть-чуть Вот ты сейчас сказал Я прям почувствовал Шляпу Хайзенберга Да Ладно У нас дальше Еще одна темка Которая у нас В слайке Заглавлена Как протухла По идее Да По идее Она тоже Немножечко Ты почувствуешь Как шляпу Хайзенберга Короче ТЛДР Пользователи Заметили Русскоязычную брань В строчках кода В официальной рекламе Google Я причем вижу Что там Я причем Вижу Что там Гопа Вместо жоп Джопа Гопа Ну там и жопа есть И гопа Да Вот Короче говоря Смешно Google Выпустил Рекламу Классическую Вот эту рекламу Где под суперспокойную музыку Ходят люди Там ездят на велосипедах Там Бегают И так далее Вот эту вылизанную Классическую Айтишную Такую рекламу Что там Мы делаем проект Который меняет Миллионы Там Меняет людей Там И вообще Суперклассные Вот Вот об этом Вот это все И Там Есть На каком-то моменте Просто Там Сидит На какой-то Вершине Там Таймсквер Билдинг То есть Ну в каком-то Небоскребе Сидит темная девушка Печатает на ноутбуке И В тот момент Когда она Печатает на ноутбуке Там Использован Именно Этот Стоковое Видео Возможно Это вся реклама Из стоковых Видео Состоит Я не знаю Но именно Она печатает И там Уже Не ее руки По идее То есть Это стоковое Видео Где чувак Пишет код На самом деле Вот И она там Сидит на подоконнике Держит ноутбук На коленках А тут Хоп И она на столе Как бы Пишет Типа Вот И там Просто еще Именно смешно Пока она пишет Там мелькают Классические Там типа Писка Но я не буду Зачитывать Здесь есть Стоп слова Вот И Это смешно То есть Там именно Вар Тест Писка И так далее Типа Такого там Текст Потом Можете Зайти по ссылке На эту темку И собственно Прочитать Что там было И именно Еще самое смешное Что в ролике После этого Она же Льет себе Молоко В кофе И проливает Случайно Видимо Вспомнила Что писала Как бы Начала ржать И вылива Молоко Случайно Там себе На руки То есть Это Да Ну и Короче говоря Там нашли Уже Во-первых Google удалил Этот ролик Но есть Новые Аплоды То есть Перезаливы Так скажем Перезаливы Есть Да Потом Чуваки Которые Исследователи Так сказали Так сказать Они нашли На Шаттерстоке Этот видос Это Петербургская Компания Три Дио Три Дио Практически Как Три Практически Практически Делает героев Новых Вот Да Но вот Не они И соответственно Они выложили Этот видос И ее Арт-директор Александр Игнатьев Сказал Виси.ру И поржал Что Он даже И не знал Что Опубликованный Их ролик В 2К17 Это было Использовал Гугл Вот И он Немножко Шокировался Что Да Во-первых Говорит Мы будем Теперь Перепроверять Ролики И такую жесть Не выкладывать Ну На стоке Я думал Он скажет Я даже Не знал Что Есть такая Функция Как Говно Чо Побарабе Бух Ты просто Еще сейчас Так прочитал Это слово Как будто Не знаешь Что оно Означает Подожди Ну Я Я кстати Плохо знаю Кстати Плохо знаю Это какое-то Очень стариковское Слово Это какое-то Стариковское Слово Которое Означает Катышки Которые В волосах На жопе Запутались А я понял Да я понял Но это Очень стариковское Или Дворого Стариковское Я бы сказал Слово Откуда Только чуваки Которые Пишут Говно Джопа В коде Знают Это слово Я не понимаю Это возможно Старики Дворовые Писали На макбуке Вообще Ничего Я не знаю Что еще Сказать По этому поводу Это Ну это Смешно Это просто Тупо Это должно Когда-то Было Случиться Это смешно Сколько мы С тобой В универе Шутили По поводу Того Что случайно В сурсах Такое Оставить Потом Кто-нибудь Видит Поржет Вот Наконец-то Это Случилось И кто-то Случайно Это Оставил Это прикольно Это прикольно Что такое Попадает В гугл ролики Самое главное Теперь мы знаем Что по крайней мере Они покупают Какое-то старое дерьмо Они сами снимают Хотя Гугл могут Сами снять Такой ролик И Я не знаю Короче Ну вот Даже они Экономят Как бы Да Они аутсорсят Индусам А ты говоришь Ролики снимают Тем более Они все Из стоковых Этих создали Просто Смонтировали И все Причем монтаж Тоже на аутсорс В Индию Отдали Ну понимаешь Как говорит мой батя А он Говорит что-то Говорят немцы Сэкономил Значит заработал Сэкономил Значит заработал Ну Это 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 Хорошо Да Сейчас Немножечко Еще ворвусь С инфой Полезной Ну-ка Давай Полезная инфа такая У нас в телеге Есть канал Т.ми Слышки вебдизайн В описании Есть ссылка Через Даже Через Шлюз Т-ду Который Делает так Что в России Можно перейти По ссылке Нихрена Я такого не знал Ты сейчас для меня Открываешь на самом деле Вот да Есть зеркала Так скажем На которых Перезаливая Там новую серию Можно какую-нибудь Взять Там все Там есть Там даже новую серию Игру престолов Можно взять Там она все еще Выходит Там еще выходит И там причем Нормальная концовка Не говно Там нормальная концовка И дальше Сезон еще Происходит Ну так вот И соответственно У нас на этом канале Есть ссылка На наш Большой чатик Там кнопка Обсудить Просто снизу Переходите Обсуждайте Можете нам Все Как бы Что мы вас Спросили в этом выпуске Можете там Ответить нам Мы на самом деле Взялись за чатик Make чатик Great again То есть туда Чуть-чуть Поднаходят Люди новые И мне нравится Что новые люди Заходят Не стесняются Какие-то голосовые Записывают Что-то ржут Там прикалывают То есть вы тоже Можете заходить Балдеть Все очень Уютно сидят Никто никого Не передразнивает Я не записываю Никакое голосовое Никому не говорю Что мы тебя будем Использовать в подкасте Ничего такого не происходит Такого не происходит Никогда И с вами тоже не произойдет Поэтому ждем С вами тем более Да Итак Тема заключающая На ход ноги Я вот даже не знал Такого выражения А недавно узнал Вот на ход ноги А я носочком тогда Подцепил И в ворот Сразу закатываю Как Сбербанк Собирает согласие На обработку биометрии Или биометрии Или биометрии Короче говоря Здесь написали Разоблачающую статью Чувак Возможно он Конечно Немножко По конспирологу Киану 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 Но Здесь достаточно В принципе Страшновато Написано Короче Преампула Такая Преамп Некий Короче Оказывается Сбербанк Гордится Своей Базой данных Собранной Вообще Биометрии То есть У них Топовая У них топовая И по своим стандартам Собранная Так Они не пользуются Ростелекомовской Единой биометрической Системой ЕБС Они против ЕБС И у них Своя система И где Миллионы Клиентов Уже Собрано Причем Как так Получается Чувак Который Собственно Написал Статью Говорит Что я Вообще Специально Начал следить Как они у меня Эту Биометрию Получат С меня Я начал Везде запрещал В приложении Запрещал И так далее Но тут разочек Я что-то пришел Говорит Бабла снять Видимо Много он пришел Бабла снять Потому что Почему не в банкомате Пришел в кассу Снять денег с карточки А дальше Ему тетенька Которая в Сбербанке Работает Сказала Ну вот Только давайте Тут надо Короче Подтвердить Видите пин Подтвердите Тут все дерьмо А там внизу Под этим пином Где он выводил Чтобы снять Было написано Мы Если что Будем использовать Биометрию Вашу всю А подожди Откуда она у них-то То есть Биометрические данные Это там Отпечаток пальца Сетчатка Она откуда у них Ну окей Будем использовать Вы возьмите ее сначала Я так понимаю Что Я так понимаю Что Видимо Ну хотя Это странно Да Вот я сейчас думаю Это странно То есть Может быть Это та Которую он Типа Там же знаешь Чтобы разблокировать Например Сбербанк У тебя Палец Ну это понятно Но Apple же говорят Что они Тача Едини С кем не делятся И даже не могут Что это там На уровне Именно операционки Как-то там Хранится И все Ну вот Мне тоже Теперь стало интересно То есть Я вот читаю Я думал Что он просто Знаешь Они забирают Из приложения И короче говоря И короче говоря Суть в том Что Чувак На шару Написал Сбербанк Поддержку Типа А что там По поводу Обработки Моих биометрических Данных Было написано И там Ему С сухим Текстом Вас Проконсультирует Екатерина И Реально Короче Он обратился Там Обратитесь В контактный центр Перейдя Профиль клиента Нажать личный менеджер Далее связь с банком И он По горячей линии Узнал что он Действительно Дал согласие На Свою На То чтобы у него Собирали Биометрию И короче Хрен его знает Но в итоге Сбербанк Собирает согласие На обработку Биометрических данных При помощи терминала И вашей карты С вводом Пин-кода Не надейтесь Что вы сможете Прочитать это согласие Целиком В таком случае Максимум Две-три строчки Текста Разумеется Что сама Кассир Не объясняет И не факт Что вообще знает О том Что ты там Подписываешь И поэтому Типа у Сбербанка Миллионы клиентов Которые Поделились Своей биометрией Вот Я пока в натуре Не понимаю Какую именно Собирают Вот так Сейчас задуматься То есть Отпечаток пальца Ну типа По идее Я сейчас почитал Комменты Там есть ответы На эти вопросы По крайней мере Ну там Как бы диванные Эксперты пишут Что они сейчас Скичатся Что у них База согласий На сбор Не сама биометрия Вот И они типа Теперь могут В банкоматах Записывать Там в банкоматах Камеры есть Ты не можешь взять Именно биометрию Прям сетчатку Там такого разрешения Нет там И так далее Вот Но просто Сам факт Что твое видео Они теперь могут Как-то использовать С твоим прям Согласием И типа Твой голос Это да Уже не надо Ничего спрашивать Потом там все параноики Начали про Touch ID Спрашивать Ну и как бы В зависимости от платформы То есть на iOS Действительно Само приложение Только получает True или False Авторизован чувак Или нет Никаких самих отпечатков До них естественно Не доходит Все хранится На чипе Вот Но на андроидах Разумеется Там БМПшки Иногда валятся Просто и все Нормально Нормально Мне нравится Про БМПшки Вот Ну и тут есть прям Ссылки на госуслугах Где прям написано Что Где у тебя прям В профиле появляется Значок Что у тебя есть Биометрия какая-то И так далее Потом тут успокаивает Какой-то чувак Возможно подставной Что даже когда ты На паспорт сдаешь Биометрию То оно только Где-то вот в базе На чипах есть И все То есть там тоже Это нигде практически Не хранится И так далее Ну понятно В общем короче Это только лишь согласие И только лишь там Что-то там Что-то В общем понятно В общем хочется Чтобы нам в комментариях Кто-то финальный Расставил точки над И Герман Греф Какой-нибудь Хотя Хотя Чувак очень Очень сильно стебет Что типа вроде якобы Сбербанк Вроде якобы Они кичатся в блокчейн Бигдата Машин лернинг А все еще Тетенька На халявку Просит вас ввести Подтвердить Где вы там подтверждаете И у вас все сразу Забирают Ну вот да Бигдата Машин лернинг В общем Как на самом деле Обстоят события Со Сбербанком Мы Не совсем Понимаем пока Поэтому Натуря действительно Герман Напишите пожалуйста В комментариях Значит В принципе Подходим К концу Подкаста Вот этого Если там у нас Что записалось Что не записалось Да я надеюсь Что записалось Будем называть патронов Да Давай Давай А называю патронов я Да То есть ты там Сегодня какой Называтель Я сегодня Просто говори Чужой устава Если честно Понял Ну короче Relationship manager Сейчас я расскажу Кто у нас герои Наши подкастные герои Это в принципе Тоже входит В Честование В честование Тех кто бабки занес Поэтому Мы всегда это делаем Я с удовольствием Каждый раз открываю По пледжу выравниваю Чтобы сначала Самых крутых назвать Итак Спасибо Говорим во первых Максу Потому что он 40 баксов И первый помощник И говорим спасибо Олегу Тепишу Ярославу Мудрому Антону Шувалову Никите Ларку Константину Гончарову Ивану Мерзавцеву Это 20 баксовые Чуваки Штурманы Далее 10 баксовым Говорим спасибо Дмитрий Горбач Во первых спасибо БДС Время уходит Рейчик Рома Фролов Антон Потапенко Антон Заболоцких Явеб Илья Евсеев Иван Сухин Владимир Анохин Миша Хохлов Титус Это космонавты 5 баксов Спасибо всем Чуваки Мы очень рады Что вы реально Продолжаете Это делать Ежемесячно Мы прям Я захожу Каждый раз И греет Греет То что там Что-то кто-то Кто-то Действительно Нас поддерживает Это прям круто Спасибо всем Ты как там Саня? Сам? Да я Я нормально Я тебе хотел сказать Что Макс Он Сказал Что он готов Все Он сидит На чемоданах Готов наконец-то Поучаствовать В подкасте Он же все-таки Первый помощник Имеет право Вот И я ему сказал Что как только У нас наладится С записью То есть То есть Ну никогда Опять же Пока Каталина Не увеличится Да-да-да-да То вот Хотя Ну как бы Можно поискать Аналоги ScreenFlow Опять же Вдруг Что-то произошло Там за год И вышла Какая-то гениальная программа Которая не тупит Как говно Но не важно В общем вот Ждите скоро Когда-то Макс Появится В ближайших выпусках Да Наш дорогой Макс Появится К обойке Обойка Обойка Давай я сначала скажу Давай А потом ты скажешь Так вот Короче на обойке Я что вижу Во-первых Я вижу на обойке Вдали Такой город Downtown Возможно Здесь я Впереди вижу Очень классные Такие домики Которые отдельно Немного стоят На возвышении И в принципе Деревья Вот эти вот Видно что Действительно Калифорния Действительно Жаркая страна Очень балдежно Как-то все Наш подкаст Если увеличить Очень сильно Фотографию Она в принципе Увеличиваемая Наш подкаст Это вот если ты видишь На высоких Небоскребах Там есть знак Пепси Светится Вот это Ровно про это Я хотел сказать Мне придется Менять ответ Вот видишь Я нормально Залетел Знак Пепси Он видишь Светится И несмотря на то Что здесь вроде Все такое без рекламы Кстати говоря Все такое Знаешь Обычные домики Ничего такого Ну вот Знак-то светится И он вот Как наш подкаст Он светится И все равно Всем освещает Как бы И радует всех Он понимаешь Не только обозначает Просто Не просто фонарь А обозначает Отличный продукт Который все употребляют Или там Унитазы моют Я не знаю Короче говоря Да Вот так же Наш подкаст Ну да Я сегодня Не то чтобы Свою версию скажу Я твою разовью И скажу просто Что в данном случае Логотип Пепси Это красный ты Синий я А белый Вот этот Млечный путь Между нами Это наши патроны Ну да И Макс В том числе Мы уже максимально Вот так вот Это круто Я считаю Конечно Хорошо Хорошо сегодня сделали Я надеюсь Я на монтаже Все это соберу Вот этот Франкенштейн Который сегодня Опять получился С отключениями И так далее Я надеюсь Что та бета Каталина Которую я сейчас Поставлю на ночь Устанавливать Она прольет Так скажем Свет На скринфлоу И заставит его Нормально работать Все таки Я думаю Что к следующему Подкасту Надо понять Он либо работает Либо Ну может быть Стороннее решение Взять Видишь Он отваливается На час сорок Как бы вот заранее Это не понять никак Ну ты можешь Ну ты можешь На работе Включить Запись Просто И посмотреть Отвалится Или нет Ну согласен Хорошая идея Я вот так И поступлю Вот да Хорошо Всем спасибо Чуваки Всем Чтобы только Ждали нас Еще месяц Да Да Чуваки Всем спасибо Спасибо Что вы ждете Да стикеры Вы же дождались Уже кто-то получил Вот именно Поэтому Ждите И обрящите Практически Ищите И обрящите Только ждите И обрящите Конечно И будет круто Ладно Увидимся Через неделю Я надеюсь Давайте Пока Да пока Субтитры сделал DimaTorzok